Всех приветствую на моем канале. В сегодняшнем выпуске я познакомлю вас с новым седаном класса D Mazda 6 и покажу все комплектации и цвета. Mazda 6 2021 года является третьим поколением Mazda 6. Автомобиль в этом кузове начал продаваться в 2017 году. На выборы доступно 5 базовых комплектаций Drive, Active, Supreme Plus, Executive и Executive Plus. Цены лежат в диапазоне от 1 миллиона 635 тысяч рублей за базовую комплектацию Drive с двигателем 2 литра мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматом до 2 миллионов 449 тысяч рублей за максимальную комплектацию Executive Plus с мотором 2,5 литра мощностью 231 лошадиная сила в сочетании с автоматической коробкой передач. Что касается технической части двигатель имеет объем 2 или 2,5 литра. Тип двигателя бензиновый. Привод автомобиля может быть только передним. Коробка передач предлагается в виде шестиступенчатой автоматической коробки передач. На выборы доступно 9 цветов кузова. Цвета предлагаются следующие. Белый Snow White Pearl, черный Jet Black, синий Deep Crystal Blue, серебристый Sonic Silver, коричневый Titanium Flash, голубой Blue Reflex, серый Machine Grey, красный Soul Red Crystal и белый Arctic White. За цвет Machine Grey доплата 25 тысяч рублей, за Soul Red Crystal 33 тысячи, за базовый Snow White Pearl доплата не предусмотрена, за остальные цвета нужно доплатить 19 тысяч рублей. Что касается кузова, дорожный просвет 165 миллиметров. Длина автомобиля 4870, ширина 1840 и высота 1450 миллиметров. Колесная база автомобиля 2830 миллиметров. Объем багажного отделения 429 литров, а объем топливного бака 62 литра. Разгон от 0 до 100 км в час у самых быстрых свиверсий с мотором 2,5 литра и автоматом занимает 7,8 секунды. Расход топлива у такой машины в городских условиях 8,7 литров на 100 км. По трассе 5,2 литра на 100 км. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми лекосплавными дисками. Сочетание классики и стиля выделяют новый Mazda 6 в потоке. За безопасность отвечает целый комплекс средств активной и пассивной безопасности, который включает в себя АБС, электронную систему усиления экстренного торможения, электронную систему распределения тормозных усилий, противобуксовочную систему, систему динамической стабилизации, систему улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, иммобилайзер. А что касается комфорта, автомобиль очень приятный, благодаря обширному набору опций, среди которых двузонный климат-контроль, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, автоматическая блокировка дверных замков при начале движения, подогрев передних сидений, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, датчик уровня омывающей жидкости, маршрутный компьютер, система контроля давления в шинах и электронный стояночный тормоз. А теперь познакомимся с комплектациями Mazda 6. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. В базовой комплектации Drive по цене от 1 миллиона 635 тысяч рублей к уже упомянутым функциям добавляются тканевая обивка салона, центральный замок с дистанционным управлением и аудиосистема с четырьмя динамиками. Во второй комплектации Active по цене от 1 миллиона 723 тысяч рублей к комплектации Drive добавляются кожаная оплетка руля и ручки КПП, дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров, электропривод складывания боковых зеркал, внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, датчики дождя и света, круиз-контроль и многофункциональный 8-дюймовый дисплей с шестью динамиками с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. В третьей комплектации Supreme Plus по цене от 1 миллиона 981 тысяч рублей к комплектации Drive добавляются задние и боковые тонированные стекла, тканевая обивка салона заменена на кожу, бесключевой доступ в салон, электропривод передних сидений с памятью для водителя, подогрев зоны щеток покоя стеклоочистителей, подогрев руля, подогрев задних сидений, проекционный экран на лобовом стекле, задние и передние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, система перезапуска двигателя i-Stop, светодиодные ходовые огни и адаптивная система освещения. В четвертой комплектации Executive по цене от 2 миллионов 274 тысяч рублей к комплектации Supreme Plus добавляются кожная обивка салона NEPA, люк с электроприводом, вентилируемые передние сидения, солнцезащитная шторка на заднем стекле и аудиосистема премиум класса BOSS с 11 динамиками. И наконец самая топовая версия Executive Plus по цене от 2 миллионов 449 тысяч рублей. Эта комплектация включает в себя функции всех предыдущих комплектаций. На данный момент это вся информация о новой Mazda 6. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них, поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомление о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав в комментариях ваше мнение о Mazda 6 третьего поколения. Планируете ли вы купить себе такую? Огромное вам спасибо за просмотр, не болейте и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...